Новости на Дону. Категория 12+. У микрофона Инна Панфилова. Здравствуйте. Об ухудшении погоды предупреждает Госавтоинспекция Ростовской области. В субботу и воскресенье возможны осадки, гололедица и туман. Водителям рекомендуют быть крайне внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Напоминают и про правила перевозки детей. Обязательно использовать детские удерживающие устройства. Пешеходам нужно быть внимательными в темное время суток, а в целях безопасности носить одежду со световозвращающими элементами. Не допустили распространения инфекции, увеличили показатели по вакцинации населения от гриппа. В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги года и обозначили план мероприятий на 2019-й. По словам заместителя губернатора области Сергея Бондарева, показатели заболеваемости по большинству инфекционных болезней в 2018-м были ниже среднероссийских. Более 2 миллионов или 47 процентов жителей области прошли вакцинацию от гриппа. Увеличился охват школьников горячим питанием до 94 процентов. В 2019 году эта работа будет продолжена, рассказывает Сергей Бондарев. «Задачи мы сегодня будем ставить тоже довольно-таки сложные. Сотрудники службы прекрасно это понимают. Мы в течение уже многих лет довольно-таки успешно проводим ту же самую летнюю оздоровительную кампанию. Но проблемы есть и сегодняшний день требует улучшения по всем позициям». Сергей Бондарев поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора за работу и настроил на 2019 год. Задача – найти, помочь устранить недостатки и контролировать, чтобы они не возникали в будущем. Как отметил руководитель управления Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев, в планах на 2019 год увеличить охват иммунизации, также и по пневмококовым инфекциям. «Ростовская область в 2019 году взяла на себя обязательства, и я стопроцентно уверен, что мы их выполним, обеспечив иммунизацией всех детей дошкольного, школьного возраста, а также такие категории риска, как пожилые граждане или люди с заболеваниями хроническими верхних дыхательных путей. А это, как вы понимаете, предупреждение таких болезней, как пневмонии, у которых очень часто бывают неблагоприятные исходы. И, соответственно, это огромный вклад в увеличение продолжительности жизни и качества жизни людей». Говорили и о детской летней оздоровительной кампании. Показатель эффективности оздоровления детей составил более 95%. В этом году планируют увеличить охват до 98%. Акция «Во имя мира» прошла в областной станции переливания крови. Она приурочена к 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, сообщит в Управлении информационной политики области. Мероприятие под единым лозунгом «Сдай кровь во имя мира» прошло в разных регионах страны и ближнего зарубежья. Пришедшие в областную станцию переливания почтили память ветеранов Афганистана и сдали кровь. По медицинским показаниям, стать донором смогли 100 человек. Всего удалось заготовить 52 литра крови и ее компонентов. «Сначала сдай сам, а потом помоги своему ребенку». Родители учеников 8-9 классов сегодня прошли итоговое собеседование по русскому языку. Такая акция прошла по всей территории Ростовской области. По мнению представителей образования, это даст возможность понять, как помочь детям подготовиться к экзамену. Рассказала корреспондентам ДОН-24 директора школы номер 17 Ростова Елена Круглова. «Вы прекрасно понимаете, что государственная итоговая аттестация – это определенный, скажем, стресс для детей, для родителей. И очень важное значение имеет то, как родители понимают эту итоговую аттестацию. Для того, чтобы они ее понимали, необходимо, чтобы эти родители как бы изнутри посмотрели на тот процесс, в который окунаются их дети». В этом году все девятиклассники проходят итоговое собеседование по русскому языку, что станет допуском к государственной итоговой аттестации. Экзамен для детей длится 15 минут. За это время школьник должен выполнить четыре задания – прочитать текст вслух, пересказать его с привлечением дополнительной информации, а также монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором. Родители проходят всю процедуру и после этого смогут помочь ребенку лучше подготовиться. Как отмечают педагоги, акция необязательная, однако родители в ней принимают активное участие. Также это дает возможность родителям убедиться в открытости и прозрачности всех процедур экзамена. В Ростове прошел фестиваль грузинской культуры. Он приурочен к национальному празднику Давитоба. Проходит на Донской земле традиционно. Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, в этот день представители Грузии, которые проживают на Донской земле, а также все, кто любит традиции и культуру этого народа, собираются, чтобы поздравить друг друга с праздником и пообщаться. По традиции, во время мероприятия проходит церемония награждения, а также праздничный концерт с участием талантливых танцоров, певцов и музыкантов, которые своим творчеством раскроют красоту грузинской культуры. На сегодняшний день на Ростовской области грузинская национальная культурная автономия объединяет более 10 тысяч человек. Она считается одной из самых масштабных. Ростов-Дон в гостях уверенно обыграл Агуадеив. Матч чемпионата России завершился со счетом 18-35. Как сообщает информагентство Дон-24 со ссылкой на прислужбу клуба, на первой минуте в ворота ростовчанок был назначен пенальти, с которым успешно справились. В ответной атаке Ростов-Дон открыл счет после точного броска Регины Калиниченко. До 20-й минуты игра шла мяч в мяч, а затем ростовские гонболистки ушли в отрыв. По итогам игры лучшими бомбардирами стали Ксения Макеева и Анна Сень. Следующий матч Ростов-Дон проведет дома 20 февраля, где сыграет с Ладой. Это были новости ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Инна Панфилова. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. По информации гидрометцентра Ростовской области, в Ростове, Азове и Таганроге ночью облачная. С прояснениями возможны небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. На термометре от плюс 1 до минус 1 градуса. В шахтах от минус 3 до минус 5. Также небольшой мокрый снег. В Красном Сулине до минус 7. В Белой Калитве до минус 9. В Тарасовском до минус 11 градусов. Временами снег. Ветер северо-западный и западный от 9 до 14 метров в секунду.